Пока Вова пошел заправлять машину, мы сейчас втайне с вами посмотрим, что он слушает. Так, я даже не знаю вообще, кто это. Вы представляете, обнаружила, что в Ирландии, оказывается, валерьянка есть. Касторовое масло. Недавно случайно обнаружили, что вот эти помидоры нереально вкусные. Вот именно вот эти в Лидл. Ты что, сегодня Ваня не такой грязный? Хорошо или плохо? Хорошо? Ну как красиво получилось, восхитительно. Просто нет слов, сейчас покажу вам. Какая красота. Посмотрите на этих красоток. Мы собрались в магазин. Все, 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 я ухожу. Все, пока, пока. Они провожают нас. Так, ключи. Все ушли. Ладно, придется свои доставать ключи. Всем большой привет. У нас вечер, воскресенье. Сегодня такая лень на нас на всех напала. Причем я-то, ладно, я вообще ленивый человек по жизни. А для Вовы это совершенно не свойственно. Но он говорит, никуда не хочу ехать. Вот никуда не хочу. Я ему предлагала, давай в парк, давай туда, давай сюда. Да, он говорит, не хочу. Вот. Так, без меня поехали. Я попросила Вову выехать. Там узко было, неудобно залезать. В общем, только под вечер, время 6 часов, мы собрались в магазин. Потому что у Вовы кончился кофе. Ему нужны капсулы. А мне нужны фрукты. Вперед. Пока Вова пошел заправлять машину, мы сейчас втайне с вами посмотрим, что он слушает. Так, я даже не знаю вообще, кто это. Кассеты. Ладно, этих пропустим. Дальше. Кто преград преодолев? Кто это тоже? Понятия не имею. Юг я знаю. Пока никто не умер. Вот. Но группу, по крайней мере, я такую знаю. Так. И... Боже мой. Откуда все это? Вообще. Я даже... Дайте хоть открыть кассету. Как это все. Я уже забыла эти ощущения. Вань, ты представишь, когда мы с папой были молодыми, только вот такое вот было музыку. Ни дисков не было, ни флешек не было. Представляешь? Вот только так могли слушать мы. Обалдеть. Это еще, знаете, такие закругленные углы. А помните, раньше кассеты еще самые первые были с острыми углами. В общем, Вовина коллекция. Музыки машинные. У него на самом деле много кассет. По-моему, что-то еще осталось. Воронежа. Вот. Кто знает такие группы, пишите. Вот. Ну, а мы ждем Вову. Заправились и ждем. Вот я вам могу сказать по поводу цен. Кстати, вам не видно, а я вам сообщу, что за 12 литров мы заплатили 19 евро. И 30. Ну, там копейки какие-то остаются. Я округлила. За 12. Давайте так, за 13 литров 20 евро. Так было бы правильно. Хочу показать вам, что мы купили. В магазинах некогда было снимать. Мы уже под закрытие приехали. Значит, вот я в Теско увидела вот такую вот штуку. Стоит она, эта штука, всего 9 евро. Это набор из трех штук специальных для тележки. Я когда-то видела вот такое вот у кого-то в магазине. Посмотрела на Алиэкспрессе. Там продаются такие сумки, но они гораздо дороже. Кэр, это не тебе. Вот. Чем удобно? Тем, что вот те, кто живут в Ирландии, особенно кто пользуется Aldi Lidl, те знают, как быстро там сканируют продукты. И вы нифига не успеваете раскладывать по сумкам. Если вот эти вот разложить сумки сразу в тележку, то потом очень удобно все сортировать. И не приходится все потом на улице по пакетам раскладывать. В общем, я давно хотела. И вот только сегодня увидела, что оказывается в Теско такие и есть. Три сумочки прям для тележки. У них получаются какие-то прутья металлические или пластиковые. Есть вот в основании, где ручки. Вот здесь вот. И они очень удобно ставятся. В общем, завтра я еду за продуктами и покажу вам в деле, как они работают. Если я их не забуду. Вот. А здесь мы купили просто всякие вкусняшки. Я нашла в Молдове вот такой вот Иван-чай с клюквой и мятой. Я раньше Иван-чай с удовольствием пила. Сейчас что-то вот забыла про него. Хочу попробовать. Вот. Что здесь еще такого интересненького? Прямо мои любимые оливки и Ванины, по-моему, тоже с огурчиком. Я уже их рекламировала, можно так сказать, да, по своей собственной инициативе. Они невероятно вкусные. Просто невероятно. Вот. Что? Ну, да, это Ваня себе выбрал вот такие вот. Это чипсы, не чипсы, не палочки, акурозные. Редисочка, свежайшая. Хорошая редисочка. Так, ну а там, в принципе, а, ну вот это вот тоже моя любимая штука из молдовского магазина. Хреновина вот такая. Очень люблю и рекомендую всем, у кого есть возможность ее купить, попробовать. Это очень просто. Ну, а далее тут, в принципе, ничего такого уж необычного. Шпроты, кстати говоря. Первый раз я, по-моему, вот такие вот шпроты взяла. Что-то захотелось как-нибудь бутерброды сделать со шпротами на черном хлебушке. Так, укроп. Мясо, мясо. Вова себе покупает, очень любит. Да, Кейль, ну хватит, ну в чем дело? Очень любит. У них... Первый раз мы брали, я положила. Очень любит. У них вот такую свинину уже в замочке. Я такую не люблю, не ем. Вань тоже. Это только Вова ест. Так. А здесь у нас что? А здесь это из уже польского. О, Дикарь, я понимаю, что тебе очень хочется, но нельзя. На, вот мяч тебе твой бери. Больше ничего нельзя. На. На. В польском здесь, как обычно, огурчики, апельсинчики, черешня, хлебушек. В общем, ничего так... А, и арбуз еще купили. Арбузы, Ваньки, чипсы, это в лагере. Он будет брать по маленькому пакетику. Вот из покупок это все. Завтра уже поеду. Нам нужно будет покупать такие, знаете, продукты. Типа там курицу надо купить. Бумажные полотенцы, туалетную бумагу, порошок. Ну, в общем, все как обычно. Завтра, если я не поленюсь, то поеду. Вот. Спит. Кто пришел к родителям в кровать дрыхнуть, а? Ты знаешь? Чего ты не съел митболса? Давай ешь. У нас пока есть пять минут. Да я съем. Серьезно? Кстати, знаете, что сейчас везде же распродажи? Ну, по крайней мере, у нас. Ну, я думаю, не только у нас везде. Но у нас все так в этом году скудненько и скромненько. Вообще выбирать не из чего. Вот. То ли я поздно пришла, а все раскупили. Вот. То ли не знаю, с чем связано, но прям все очень печально. С другой стороны, оно и неплохо. Целей будут. Целей будут денежки. Приехали с вами в торговый центр. Сейчас дорогу переходим. И быстренько, быстренько. На меня, кстати, не похоже, что быстренько иду, еле-еле полусплю. Но нужно действительно оперативно все сделать. Посмотрите, для тех, кто живет в Ирландии, хорошее сейчас предложение в БУЦ. Три за два. На все витамины, на все биологические активные добавки. То есть, три покупаете, платите за два. Или два третьих подарок. Ну, вот. И здесь все. Короче говоря, я считаю, что это очень выгодно. Посмотрите. Вот я ищу, я Вове купила, а теперь ищу, чтобы взять себе. Не знаю. Вы представляете, обнаружила, что в Ирландии, оказывается, валерьянка есть. Касторовое масло. С ума сойти. Сколько всего полезного. Вы знаете, я сейчас уже вышла из торгового центра. И вспомнила, что у меня нет монетки для Лидл. Я же, помните, рассказывала историю, как я свое посеяла. Вот. И я вернулась обратно, чтобы разменять деньги. У меня 10 евро было одной бумажкой. Захожу в Старбакс. Думаю, куплю что-нибудь холодненькое. Смотрю, есть гибискусный чай. Или как правильно назвать? Просто гибискус холодный. Думаю, возьму. Вот. Просто они добавляют, если хотите, какой-то там лимонад, еще что-то. Я купила просто обычный, вот, без сахара, без всего, со льдом. И это оказалось так вкусно. Я его пила только в горячем виде. Я вообще его пью, на самом деле, достаточно часто, потому что я обычный чай не пью. Вот. Почему я раньше не додумывалась делать это дома? Вот я не понимаю. Ведь что проще? Заварил, охладил, добавил лед, если хочешь, и пей себе. Во-первых, это полезно. Это без сахара. Это вкусно. Вот такие простые вещи иногда совершенно не догадываешься. Ну, ладно, теперь буду делать. Может, прям сегодня и сделаю. Вова сможет пить, потому что он газированно не пьет, а это вполне будет. Так. Я зашла в Бутс, купила тут целый пакетик. В Бутс, кстати говоря, очень много сейчас выгодных предложений, много акций. Где-то есть 3 за 2, где-то есть 50% скидка, где-то есть... В общем, разные всякие на косметику и на витамины. Так что сейчас прям хороший повод, честно говоря, зайти в Бутс. Так. А мы с вами едем в Лидл сейчас испытывать новые мои сумки для покупок, которые я вам вчера показывала. Так. Единственное, что нужно теперь не забывать, сразу эти сумки брать с собой. Я их не распечатала. Зря, наверное, да? Сейчас мы их тут откроем. Слушайте, я пока вот в полнейшем восторге хочу вам показать в открытом виде. Во-первых, они между собой слепляются липучками. То есть они очень качественно сделаны. Смотрите, 3 сумки. Большая. Меньше. И еще одна маленькая. Маленькая не просто сумка, а она даже термосумка. Вы посмотрите. В общем, сейчас все будем пробовать. Я вам все покажу. Мне кажется, что это должно быть очень удобно. Вова считает, что это все не имеет никакого смысла. Но мне кажется, что это очень удобно. Недавно случайно обнаружили, что вот эти помидоры нереально вкусные. Вот именно вот эти в Лидл. Вот этого производителя вот такой вот формы. Сколько они стоят? Я думаю, они стоят 2,29 за штуку. Но они очень вкусные. Такие настоящие сладкие помидоры. Вкусные. Так. И какие-нибудь еще мне надо взять. Может, вот эти. А, нет. Вот эти вот сейчас возьмем. Вот такие вот. Еще помидорчики. Так. Едем дальше. Я уже тут немножко взяла. Фруктов, овощей. Сейчас мы еще что-нибудь интересненького найдем. Хочу. Капусту цветную. Недавно делала капусту. Я чуть прям подсела на нее. Это большие все. Давайте вот эту возьмем. О, капусту. Так. Едем дальше. Кукурузка, кукурузка, кукурузка. Возьмем кукурузку. Сварим сегодня. Так. Дальше. Хочу взять базилик на салатик сегодня. И хочу взять мяту, если есть. Вот и мята. Так. Лук, чеснок у меня есть. Картошка у меня есть. Сейчас посмотрю здесь кофе. Если есть какие-то выгодные предложения по кофе, то я еще и кофе возьму. Так. А здесь брендового кофе вообще нет. Нам нужны капсулы. Ну, какие-нибудь такие. Неспрессо или лорд что-нибудь. Ладно. Нет так нет. Сегодня в Лидл я увидела вот такую вот терку многофункциональную за 4,99. Вот 5 евро она стоит. Я знаю, что это не оригинально. Оригинально как-то по-другому называется. Это известная фирма. И у нас когда-то такая была в Воронеже. Вот. А мне такая нужна. Простенькая. Но иногда я прям очень вот... Знаете, мне ее не хватает. Возьму себе. Здесь можно и сыр, и овощи, и фрукты нарезать, натирать. Попробуем с вами, как это будет. Ой, еще, конечно, меня очень манит вот такая вот доска для пиццы. Ну, что-то она как-то маловато, мне кажется. И вот это вот для закусок очень симпатичное. Так, Женя, уходи. Женя, уходи подальше. Ну, здесь столько всего интересного, что можно поразглядывать. Посмотрите, это же гениально. Гениальные трубочки, которые можно открыть и помыть. Ну, вот кто это придумал, скажите мне. То есть, они... Их можно разъединить на две части, на две половинки. И легко помыть. Даже в дешвошере можно. Ну, что? Взять, что ли? Слушайте, вот это вот еще классная штука для тех, у кого свой дом есть. Вот садик, да? Вот такая водная горка. Знаете, в чем прикол? Там как-то шланг внутрь помещается, и вода сквозь дырочки из этой вот... Как это назвать-то? Из этой ткани выходит. Горка всегда скользкая. Единственное, что это, наверное, травмоопасно. Но дети, мне кажется, очень любят. Вот если бы у нас был двор свой, я бы Ваньку взяла. Мне кажется, это очень весело. А вот и то, о чем я давно мечтала. Вот честно. Помните, я вам говорила, что в паровой швабре все хорошо. Но очень неудобно, что она с проводом. А здесь получается швабра, которая без провода делается выше-ниже. И более того, она лучше, чем моя. Моя не двигается никак. У нее просто есть тряпочка. А эти вращаются в круги и все намывают. Слушайте, ну мне очень такое хочется. А стоит она 60 евро. Я не знаю даже. Фирма-то какая-то неизвестная. До 30 минут работает. Распыляет воду. Блин. Нет, я, конечно, сразу не буду такое брать. Но вообще очень заманчиво. Очень. Не, ну что вы думаете? В прошлый раз я взяла такую маленькую корзину. А сейчас они выставили вот такие большие. Как знают, блин, что я приду. И захочу. Ну нет, я, наверное, удержусь. Она бы хороша, наверное, для грязного, для чистого белья, но маловато. Что, тут два пододеяльника, и она кончится. Кончится. Продолжение следует. хочу вам сказать что очень удобными оказались сумки у меня даже одна сумочка вот пока лишняя я не так много сегодня покупала но в целом я вам сейчас показала то есть в лидл и вальде там нету на кассах вот этого лотка куда бы скапливались продукты которые уже отсканировали да то есть там совершенно маленькая такая площадка отсканировал продукт кассир вы сразу должны его забрать отсканировал забрать они делают это очень быстро то есть как мы всегда делаем мы обычно все складываем назад в тележку прикатываем тележку к машине и в машине у машины начинаем уже перекладывать продукты по пакетам по сумкам естественно это гораздо больше времени а здесь получается что я сразу сортирую я не трачу время на кассе на то чтобы разворачивать новые сумки чтобы держать их они очень удобно висят вот поэтому за 10 евро три сумки это очень выгодное предложение сейчас в теска я смотрела такие на алиэкспресс они реально были гораздо дороже вот так что я абсолютно довольна мне вообще такая мысль появилась не купить и такие маме может быть отправить единственное что из-за вот этих палочек на которых они держатся они достаточно ну получаются большими да это не везде влезет еще очень удобно что они между собой вот так вот скрепляются и никуда не уезжают короче если что вот это вот ничуть непонятно как не крепится друг другу почему-то перепутали они липучки что ли не понимаю ну ладно вот так что абсолютно стоящая классная покупка еще вот эта термосумка она еще и застегивается посмотрите вот эти не застегиваются сумки а это еще и на молнию застегивается вот нужно просто сразу подумать о том что ага мясо я складываю там допустим молоко сюда овощи сюда все остальное сюда я конечно складывала по типу побыстрее и чтобы не помялась вот но следующий раз я продумаю и все будет вообще прям шикарно вот теперь ставлю багажник отвожу тележку и уже мне так гораздо удобнее я думаю что те кто пользуются лидл и альди те поймут почему я говорю лидл и альди потому что в теско и в dance есть площадочки на кассе для того чтобы скапливались хотя бы понемножку ваши продукты вот здесь нету так ну что теперь пробую поднять эту сумку насколько это будет удобно поднимать с тележки на что цепляем ой отлично просто шикарно вот так вот все это ставится багажник задвигается главное чтобы у меня багажник закрылся закроется наверно палки длинные вот то же самое мы делаем со второй сумкой из 3 притащилась домой еле-еле вова звонок он меня не смог встретить я все это тащила сама так ну что у меня вообще нет времени мне за войнком выезжать время 1140 мне за ним выезжать где-то в 1155 в 12 край вот так что я приду попробую потом терку тут ничего особенного покажу что в аптеке купила так а что же есть а и трубочки да интересно и трубочки посмотрим с вами чуть позже вот все остальное да кстати я давно хотела вам сказать в лидл продаются вот такие вот абрикосы на вид совершенно зеленые как будто неприглядные называются они шугар и при код то есть прям какие-то сахарные вот я взяла знаете чтобы разоблачить турецкие какие-то думала что естественно они будут все кислые зеленые никакие но они такие сладкие если у вас есть лидл можете приходить и брать смелые не одну пачку они правда стоят 2 евро вот за такую маленькую пачку но это просто мед вообще понимаете а я настолько сладкие наверное самые сладкие абрикосы которые когда-либо вообще в жизни пробовала не самые ароматные которые я пробовала но сладкие просто до безумия вот и все а здесь ничего абсолютно необычного все наш такой стандартный набор поэтому я сейчас быстро 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 разбираю сумки я уже поставила на плиту маленькую кастрюлечку сейчас сварю гречку как раз до 12 его за 20 минут я должна успеть и выбегаю за воньком вот кстати я еще не завтракала ну ладно падение не сильно плохо для меня наверное да все я разбираю сумки и двигаемся дальше я кстати знаете что заметила в ирландии вот все прошлые годы было очень мало маков я всегда удивлялась такие красивые цветы почему маки не сажают здесь сегодня я заметила у нас есть там райончик вдоль дороги но там знаете как там не припаркуешься не знаю где там припарковаться короче говоря там вот такой вот специальной дорожкой посеяны всякие разные цветы ассорти такое ощущение что какие-то луговые цветы всякие разные разнообразные и среди них очень много маков это такая красота нереальная мне кажется что я вот такие цветочки видела еще в парке у нас если сейчас звонок не будет очень куксится я попрошу его заехать в парк хочу сама посмотреть мне очень интересно и хочу вам показать потому что эти вот когда не просто где-то вот точечно там один мак здесь один мак каким-то там не знаю чудесным образом я встречаю а вот чтобы прям целая знаете охапка маков мне кажется так красиво хочу заехать посмотреть но не уверена что ванек захочет уж конечно он устал и на жаре на солнце не знаю так выдвигаемся еще знаете какая проблема проблема в том что ободок и очки одновременно на моей голове не не живут потому что ну либо то либо то без ободка не могу приходится жертвовать и получать дополнительные мимические морщины я тебе сачок купила пойдем как день прошел хорошо мы говорили олкап я поднимись сюда наверх ладно я вошел с да ты что да ты что правда открывай сачок пей хочешь пить ты сегодня наполнял бутылку себя понятно устал а солнце сильно пекло нормально а я только из магазина приехал даже давай не став руку тебя сможешь сам вкусно бедный ребенок хочет пить не такой грязный хорошо плохо хорошо ванек любезно согласился заехать в парк не с первого раза но молодец вот и я уже вижу здесь маки если это маки я надеюсь что я не ошибаюсь где да я думаю сейчас специально говорит вот не я одна ими восхищаюсь много людей которые ходят снимают их просто себе так думаю на память потому что сказать что это красиво не сказать ничего это восхитительно просто знаете что самое главное это не требует какого-то большого вложения посеять цветы вот это какой-то просто цветочный микс мне кажется изначально был но как красиво получилось восхитительно просто нет слов сейчас покажу вам какая красота вот и вот а вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девчонкам тоже вкусняшки будут Да, да Давайте Кто хочет ушко? Кто ушко хочет? Кто хочет ушко? Я думаю, первая Пенечка хочет Ой, как вкусно! Вот это вкусно! И Пеняша Ой, Кыряша, запутаешься тут среди вас Ой, как вкусно всем! Смотрите, Пеняша и Кыряша с вкусняшками Так, хочу посмотреть сейчас, что же из себя представляет Эта терка за 6 евро Или за 5 евро, сколько я вам говорила, уже не помню Так, мы сейчас даже попробуем с вами Что-нибудь нарезать У нас, я уже говорила, была когда-то А, Бернер, по-моему, да, называется? Фирменная Слушайте, а как удобно сделано Во-первых Все терочки вставляются Ничего себе! Вот так вот сзади Сзади, Господи, что я говорю, сбоку Так Вот И Вот здесь вот меняются Так Отлепим сначала пленку Не порезаться, главное Я помню, оранжевые вот эти терки нереально острые А это Ой, это очень острое Прям нужно быть аккуратным Так Вот это вынимается И здесь у нас А, вот такая вот Вот так можно вставить, чтобы были полосочки Такие как Не полосочки, как назвать Типа как картошка фри Ломтики Вот Это для кружочков Вот Это вот для Сыра Это тоже для сыра Просто мельче, крупней И это Для Наверное Потолще Кружочков Что-то кажется мне, что вот эти вот Для потоньше кружков В общем, сейчас с вами попробуем Кстати, мне А, самая главная Вот эта штука Которая держит Исходный продукт Вот Надеваете И Сейчас попробуем Все Так, первое, что мы с вами пробуем сделать Это Порезать лук Сейчас посмотрим Тонкие это колечки Или нет Это, я думаю, достаточно толстые колечки Так мне папа звонит Секунду Меняем Одну терочку На другую И сейчас нарежем Тоненькими колечками Лук А так вот Такие вот тонкие колечки Слушайте, ну это удобно Если держать руками То Это, конечно, очень удобно Раз-раз И готово Единственное, что надо успевать руки Убирать Вот так Так, значит Смотрите Пробую Ну а как его надеть сюда Вот Неудобно Да, потому что он маленький Ну хотя ничего Вы знаете Так-то по большому счету Ну и Что еще хочу сегодня Вот это как раз самое сложное Будет помидор Да, вот с помидором уже Сложнее Сейчас попробуем Вот Так сделать Ну Короче, помидор Нет Либо Лезвие Недостаточно Острое Помидор Так Не нарежешь Уже, да Вот Получается, что это чисто Для чего-нибудь Тверденького В общем В общем Так Так себе Покупка Ну лук По крайней мере Удобно Резать Это да Огурцы А вот Например Редиску Мне кажется Уже проще Руками Честно говоря Ну ладно Не попробовала Не узнала Что делать Но я буду Периодически Использовать Может быть Сыр Будет удобно Тирать Потом Покажу Чуть не забыла Показать Вам Вот эти Трубочки Которые Должны быть Очень Удобными Ой Во-первых Они Силиконовые Такие Приятные Мягенькие В чем Прелесть Они Должны Открываться Вот так Вот видите На две части Как сельдерей На сельдерей Похоже И очень Удобно Мыть Понимаете Все кто Использует Многоразовые Трубочки Я думаю Знают Что это Такое Их Мыть Мыть Их Неудобно А эту Пожалуйста И вот Так Вставляете Нет Наверное Так Неудобно Будет Ой А не Ничего Вот нормально Все Вставляется Вот Здесь Получается В наборе Четыре Трубочки Я их Сразу Вытащу Чтобы Они У меня Не Копились Вот Помою И положу Можно будет Пользоваться Очень удобно Мыть Мне кажется Это прям Сильно Упрощает Жизнь Хорошо Что кто-то Задумался Такое Сделать И цвета Посмотрите Какие Красивые Вообще Класс Еще Покажу Вам Что я Купила Для Вовы В аптеке Может быть Вам тоже Будет Полезно Я Покупаю Или Вовы Сам Покупают Периодически Какое-то Препарат Но это Не лекарственное Средство Это что-то Типа Бада Наверное Для поддержания Тонуса Вен Это не Самодеятельность Это Скажем так Назначение Врача Еще из России Периодически В качестве Профилактики Нужно Пропивать Значит Просто Имейте Ввиду Если У вас Есть Какие-то Там Тоже Необходимость Вот Такой Препарат Можно Купить Без Рецепта В Ирландии Стоит 30 капсул Их хватает На Пол Месяца Стоит В БУЦ Около 12 евро Где-то Вот Значит В БУЦ Была акция Два покупаешь Третий Бесплатно У них Третьего Не было Естественно Поэтому Я ему Купила Два Препарата И Центром Витаминки Мне кажется Они Не нуждаются В таком Представлении Обычные Мультивитамины Для мужчин Вот И Также Для профилактики Ему нужно Для вен Периодически Носить Вот такой Вот Бандаж На ноги Я купила Две упаковки Потому что Я думала Что В одной упаковке Один вот такой Вот гольф Будет Но на самом деле В этой упаковке Длинный Такой Это даже не гольф Это просто Трубка Такая Как эластичный бинт Только в виде трубки Значит Ее можно разрезать Пополам И этого как раз Хватает на две ноги Поэтому Если Покупаете себе Имейте ввиду Что одной пачки На две ноги Будет вполне достаточно Я не знала Купила Две упаковки Они не очень дорогие Плюс акция была Три Плюс один Опять же Да Вот И купила Вот такую вот штуку Это знаете что Это на пробу На всякий случай Вообще Эта вещь должна быть Я считаю В любом доме Помните Я показывала Я привозила Из России Гемостатическую губку Которая Останавливает Кровотечение Я думаю Что вот это Что-то типа того Вот такая вот там Внутри губочка Она очень хорошо Впитывает Влагу В том числе И кровь Вот Поэтому Если вдруг Какая-то рана Прикладываете Завязываете Сверху бинтиком Или заклеиваете Пластырем И Это все стерильное Внутри Кровь Быстрее останавливается И быстрее затягивается Рана Вот Тем у кого Маленькие дети Тем кто Любит кататься На велосипеде На самокате В сумочке Обязательно Ой У мам Мне кажется Должна быть Вот такая вот штука Очень полезная вещь Все Такие вот Покупки были В аптеке Друзья Переделав Все свои дела Я планировала Еще Немножко С вами Поболтать Ну что-то Одно за другим Одно за другим И я Как-то Забыла А сейчас Знаете Так интересно Ваня Уснул У Вовы В кабинете Кабинет На первом этаже Как его дотащить Наверх Я не знаю Более того Его нужно Еще каким-то образом Выдрузить Не на второй этаж Квартира Еще и на второй этаж Кровати Вот И он так сладко спит А Ваня Если уснул Вот такой вот Знаете Ночной сон То все Он как я Его вообще Не добудится Так что Не знаю Как мы так допустили Я захожу в комнату А он дрыхнет Представляете Развалился на диване Там и дрыхнет Оставить его внизу Тоже не вариант Я боюсь Он ночью проснется Вдруг Не поймет Где он находится В общем Такие вот дела Поэтому На сегодня Будем Заканчивать Это видео Сейчас я не знаю Что целого Будем решать Как Ванька будить Перемещать его Наверх Сюда Вот Хочу вам сказать Большое спасибо За такой положительный Поддерживающий Отклик На мое Прошлое Видео На Я даже не знаю Как сказать На мое мнение О Домохозяйках На В общем Мою историю Скажем так Работы и не работы Вот Приятно Что Все вы Признаете Просто право За каждым человеком Решать То Как ему жить Работать ему Не работать ему Спасибо большое За понимание И за поддержку Вот Я считаю Что Такой вот Домашний труд Он Должен Цениться И нами Теми Кто выполняет Эти все домашние Обязанности И окружающими Потому что Это такой же труд Если вы берете К себе Человека Со стороны Для того Чтобы он Убирал Следил за детьми Готовил Там Охранял Возил На машине И так далее То Это Вы расцениваете Это как Оплачиваемую Такую работу Да Если это домработница Няня Охранник Водитель И так далее Вот А мы Домохозяйки Очень часто Выполняем Функции Всех этих Сотрудников Наемных Скажем так Вот Поэтому Очень приятно Что Цените Что понимаете Как оно там Дальше в жизни Сложится Я не знаю Но пока так И нас Все Устраивает Вот Все Тогда На сегодня Все Пойдем Каким-нибудь Образом Перетаскивать Ванька Если бы он был В пижаме Если бы он Снул в пижаме Я бы еще Поснимала Очень интересно Как он будет Вот такой вот Как медведь Знаете Зимой Но поскольку Он в одних Труселях То я его конечно Снимать не буду Вот Все Всем пока-пока Хорошего дня Хорошего настроения Крепкого здоровья Все Самого доброго Увидимся Пока-пока Продолжение следует